Экологический ущерб от крупных предприятий теперь будет уменьшаться. В Шимкенте выявлено четыре объекта, существенно загрязняющих воздух, включая завод «Стандарт Цемент». На его трубах уже установили автоматизированную систему мониторинга, которая отслеживает уровень вредных выбросов в атмосферу. Если предельно допустимую норму превышена, система мгновенно подаёт сигнал. Район Ямбекши считается одной из наиболее экологически неблагополучных зон города, так как именно здесь расположено большинство крупных промышленных предприятий. Особенно много жалоб поступает от жителей, проживающих близко к индустриальной зоне на загрязнении воздуха. У любого предприятия первой категории минимальная санитарно-защитная зона полкилометра, 0,5, 500 метров. Вот в этой зоне не должно быть жилых домов. Если жители строят свои дома в этой зоне, то они уже в принципе должны знать о том, что они будут подвергаться воздействию загрязняющих веществ. Понимаете? В целом к объектам первой категории, оказывающим влияние на экологию в Шимкенте, относятся такие компании, как Стандарт Цемент, Шимкент Цемент, ТЭЦ номер 3 и Петро Казахстан Оил Продактс. По мнению экологов, данные компании обязаны установить автоматизированную систему мониторинга. Однако Петро Казахстан Оил Продактс до сих пор не выполнила это требование, за что Департамент экологии наложил штраф почти 45 миллионов тенге. Петро Казахстан Оил Продактс не установила системы автоматизированного мониторинга, за что компания, привлечена к административной ответственности, получила предписание. Проверка выявила еще несколько нарушений, в результате чего был наложен штраф около 45 миллионов тенге. Компания Стандарт Цемент в этом году установила две установки для контроля загрязнения воздуха. Устройство проводит непрерывный замер выбросов, результаты которого отслеживаются в режиме онлайн. Датчики фиксируют физические и химические параметры газа, включая уровни сернистого и угарного газа, пыли и диоксидов азота, что позволяет косорганам контролировать данные. АСМ, то есть автоматизированная система мониторинга, установлена на двух источниках, номер 23 и номер 91. В реальном времени передаются данные по сернистому газу, угарному газу, пыли, оксиду азота и диоксиду азота. Эти показатели обновляются каждые 20 минут и доступны для просмотра сотрудниками Министерства и Департамента экологии. Если уровень загрязняющих веществ превышает допустимые нормы, Департамент экологии принимает необходимые меры в рамках закона.